Привет! Как стать успешным в сетевом бизнесе? Я расскажу тебе сегодня 8 секретов, как стать топ-1 в своей сетевой компании. В этом видео я буду делиться только своим опытом и только полезным, поэтому смотри и не переключайся, досмотри это видео обязательно до конца. Ну а меня зовут Елена Коваленко, и я как раз таки являюсь топ-1 в международной сетевой компании и имею статус вице-президента. Итак, вначале тебе нужно определиться, кто же ты, исполнитель или лидер. Кто же такой лидер? Это человек, который берет ответственность абсолютно за все на самого себя, не переваливая на других. Это человек, на котором заканчиваются проблемы и начинаются крутые возможности. Это человек, который объединяет большое количество людей определенной положительной, позитивной миссией. И если ты считаешь, что твой спонсор, твой наставник, он должен делать все на себя, ты хочешь завалить ответственность на него, то ты просто исполнитель, ведь он будет говорить тебе, что делать. А если ты хочешь стать топовой личностью своей компании, конечно, нужно стать лидером и понять, что за рекрутинг, за весь твой бизнес ты несешь ответственность только сам. А наставник просто помогает тебе и направляет в нужную сторону, дает инструменты. Второе правило – займи твердую позицию в этой нише. Четыре с половиной года назад я расскажу о себе. Когда я пришла сюда, у меня еще не было твердой уверенности в то, что я делаю, и здесь ли, и на том ли я месте. Я смотрела направо, налево. А сейчас я знаю точно, что я хочу быть именно в этой компании. У меня нет ни капли сомнений. И когда в этой голове, когда это возникло в моей голове, вот в этой голове, то за год я сделала результат, мы с моим мужем сделали результат, топ-1 к компании. Люди чувствуют, если ты колеблешься, если ты смотришь, что влево, то вправо. Но в двух стульях не усидеть. Поэтому прими четкую позицию быть здесь, сейчас, и в этой компании, став цель и иди к ней. Третий секрет – обязательно задай себе вопрос, зачем тебе это надо? Зачем мне это все нужно? Зачем я должен трудиться, двигаться к чему-то? Какова твоя истинная мотивация? Некоторые люди приходят в сетевой маркетинг, видя в интернете красивые картинки, яхты, круизы, путешествия, выступления на сцене. Но когда они приходят, они должны понимать, что это тоже труд, это ежедневный труд. И не всегда все легко тебе дается и миллионы сипятся на голову. Но когда у тебя есть истинная мотивация, ты поставил ее себе четко, прописал и знаешь, к чему ты идешь, то тебе все дается легко и с любовью. Четвертый момент – изучи обязательно компанию, в которую ты пришел. Ты должен знать там все от и до – маркетинг, бонусные программы, продукт. Если ты не любишь продукт, то, ну, скорее всего, твой бизнес обречен на провал. Ты не можешь прийти в бизнес только, чтобы срубить бабла. Нужна определенная миссия и миссия и ценности именно самой компании должны тебе откликаться. Узнай, кто основал компанию и какие были цели у этого человека, истинные. И только тогда ты сможешь создать целую империю. Потому что когда ты будешь жить в понимании того, какую пользу ты приносишь людям, благодаря тому, что строишь бизнес в компании, то все будет двигаться намного быстрее. Пятый секрет – перестань продавать, а начни помогать. Я не шучу, ведь на самом деле та энергия, которой ты отдаешь, это польза. И полезность, самая главная полезность людям, особенно в сетевом маркетинге, она к тебе и возвращается в денежном эквиваленте. И поэтому тебе нужно не жалеть, давать большое количество пользы твоим людям. А для этого ты должен много знать, много изучать, чтобы действительно быть для людей полезным. Ведь что такое деньги? Деньги – это обмен товара, услуги на бумажку. Если у клиента есть боль, ты сумел ее решить и получил конфетку. Шестой секрет – это отношение к твоей команде. Весь сетевой бизнес выстроен на взаимоотношениях с людьми. И поэтому, если ты заботишься о своей команде, если ты делишься знаниями, если ты показываешь примеры, ты мотивируешь их, то люди это чувствуют. Ведь только если твои люди успешны, тогда успешен и ты. Здесь есть прямая взаимосвязь. Я знаю очень много лидеров, которые, к сожалению, рассыпали свои команды, потому что благодаря своему высокому высокомерию к этим людям, они портили с ними отношения. Никогда так не делай и помни, что твоя команда – это ты, а ты – это твоя команда. Мое очень важное правило – развивайся. Сетевой бизнес, он невозможен без личностного роста. На самом деле в этом мире ничего тебе не принадлежит, кроме твоей энергии. Ты не знаешь, что завтра будет своим телом, с твоими финансами, с твоим домом и даже с твоей душой. А вот энергия – это то, что живет внутри тебя. И то, что ты можешь или забивать, или развивать. И когда ты развиваешь свою внутреннюю энергетику, то на этой волне к тебе притягиваются энергетически заряженные люди. Люди, которые с тобой на одной волне. Это какое-то волшебство, магия, я не знаю, как это назвать. Но на самом деле, когда ты упираешься в финансовый потолок, это означает, что тебе нужно прокачаться. Используй различные виды литературы, тренинги, коучеров. Прокачивайся по полной, смотри хорошие видео. Потому что именно от уровня твоей внутренней энергетики зависит твой успех, твой бизнес. И от того, как высок твой потолок. Восьмой секрет – это, конечно же, система, без которой никак. Система должна быть везде. И сейчас люди выбирают ту компанию, того лидера, у которого есть собственная система. Пошаговая. Создай свою систему, и люди будут идти к тебе. И, конечно же, эта система должна быть обязательно онлайн. Сейчас мир высоких технологий. И вот представь себе мамочку в декрете, которая очень хочет зарабатывать деньги. Она не сможет ходить на встречи, оставляя дома маленьких детей. А если ты ей дашь онлайн-систему, она с удовольствием, сидя дома, с малышами своими, сможет строить бизнес и будет тебе благодарна. А если счастливы твои люди, вспоминаем предыдущий пункт, счастлив и ты. Как ты считаешь, может быть я упустила какой-нибудь пункт? Если да, то напиши, пожалуйста, о нем в комментариях. Какой-нибудь хороший пункт, благодаря которому ты также можешь стать очень успешным в сетевом бизнесе. На этих восьми столпах и строится успех в сетевом бизнесе. Как только ты ответишь себе на все эти вопросы, так сразу тебе откроется путь к успешному лидерству в твоей сетевой компании. А я тебе в этом помогу и поддержу. С тобой была Елена Коваленко. Я говорю до свидания. Пока-пока. Кстати, подписывайся на канал, ставь лайки, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего видео. И, конечно же, пиши мне вопросы, и я на них тебе отвечу. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»